Состояние здоровья диктует нам настроение, трудовые возможности и многое другое. Но главное – это наша жизнь, а в некоторых случаях и жизни окружающих. Коронавирусная пандемия внесла немало корректив в наш обычный уклад жизни. В некоторых семьях разыгрались настоящие трагедии. И касается это не только ковида. Мы – медицинские работники, поликлиник, общихрачебных практик, в фитшерско-акушерских пунктах, приглашаем вас на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. А лиц, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, на углубленную диспансеризацию. Профилактический медицинский осмотр проводится с целью ранней диагностики риска возникновения заболеваний у граждан, начиная с 18 лет. Диспансеризация включает в себя комплекс обследований, которые играют роль в диагностике заболеваний и проводятся у лиц с 18 до 39 лет один раз в три года, а 40 лет ежегодно. Углубленная диспансеризация проводится пациентам, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Ее целью является раннее выявление осложнений данной инфекции. После диспансеризации мы определяем группу здоровья и группу диспансерного наблюдения. Целью диспансеризации является скрининг и ранняя диагностика хронических и инфекционных заболеваний, которые являются главной причиной инвалидности и ранней летальности смертности населения Российской Федерации. Таким заболеваниям относятся как болезни органов кровообращения, онкологические заболевания, сахарный диабет и хронические болезни легких. В результате профилактического осмотра мы определяем факторы риска. К ним относятся повышенное артериальное давление, гиперхолестеринемия, повышение содержания сахара в крови натощак. Мы подчеркиваем, что употребление курения табака и пагубное употребление алкоголя также являются факторами риска этих заболеваний. Низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела и ожирение являются таким же риском возникновения тяжелых заболеваний. Употребление наркотических веществ и психотропных препаратов без назначения врача. В проведении профилактического осмотра проводится анкетирование, антропометрические измерения и в результате подсчитывается индекс массы тела. Невнимание к состоянию собственного здоровья очевидно. Кто-то сетует на загруженность по работе, кто-то просто игнорирует диспансеризацию как факт. В результате люди сталкиваются с уже имеющейся, мало того, развившейся в последней стадии болезнью. Мы подсчитываем каждый месяц процент проведения диспансеризации. У нас небольшой процент, 25% населения от годового плана осмотрены и проведена диспансеризация в 25%. В результате выявляются такие заболевания, как сахарный диабет, онкологические заболевания, хронические болезни органов кровообращения, хронические болезни легких. Больным устанавливается группа здоровья и назначается план дальнейшего диспансерного наблюдения. Многие артемовцы просто опасаются в нынешних условиях пандемии посещать публичные места, к которым относится и поликлиника. Однако разработанная схема позволяет свести риски практически к нулю. Шанс заразиться в общественном транспорте или магазине наиболее вероятен. Диспансеризацию мы проводим в отдельном здании. Это здание лабораторное. Выделяется отдельное время, когда остальные пациенты по заболеваниям в связи с заболеваниями туда не являются. Проводим профилактические осмотры в понедельник, четверг, пятница с 9 до 12, кабинет номер 17. Это здание лабораторного корпуса. Вторник и среда с 13 до 15. Страховые компании приглашают на это время. Можно подойти самостоятельно, без дополнительной даже записи. Очередь небольшая, один-два человека. Работаем быстро и назначаем весь комплекс обследований. Как бы то ни было, следить за состоянием здоровья, полагаясь лишь на личные ощущения, а не врачебную экспертизу, неразумно. Только специалист может поставить верный диагноз и разработать правильную систему лечения или реабилитации.